Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий, а в студии Андрея Горгуленко мы работаем в прямом эфире. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. В эти метнутые в Самарском районном суде решается ближайшее будущее заместителя начальника Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова. Полковник полиции подозревается в получении крупной взятки. Накануне вечером оперативники ФСБ опубликовали видео с задержания. Стали известны и другие подробности спецоперации. Сазонов в одном из самарских кафе встречался с представителем частно-охранной фирмы. Там же, по версии оперативников, он получил взятку в размере 100 тысяч рублей. За эти деньги он якобы обещал ЧОПу решить проблемы, связанные с ношением оружия. Но незаконная сделка была пресечена сотрудниками ФСБ. В отставку ушел глава Ставропольского района региона Валерий Анисимов, сообщили в Департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области. Это решение чиновник принял после завершения в селе Нижнее Санчелеево расширенного совещания, посвященного социально-экономической ситуации в районе и перспективам его развития. Председательствовал на мероприятии глава 63-го региона Дмитрий Азаров. На совещании временно исполняющий обязанности губернатор отметил, что это большой район и по площади, и по численности. Долгое время другие на него равнялись. Однако сегодня ситуация не является таковой. Потенциал остается нереализованным, резюмировал Дмитрий Азаров. Среди проблем района называли резкий рост кредиторской задолженности, неиспользованный резерв доходов в 2017 году, который составил 80 миллионов рублей, невыполнение взятых районом обязательств по производству картофеля и овощей – 68% от плана. Также за полгода 2018 года производство мяса сократилось на 22%. Ставропольский район стал антилидером по области. Далее, коротко о других событиях дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В РКЦ «Прогресс» предложили новый способ запуска наноспутников в космос. Их будут доставлять в переходном отсеке ракет семейства «Союз-2». Так раньше никогда не делали. Переходный отсек соединяет верхнюю ступень ракеты с головной частью, состоящей из разгонного блока и закрепленных на нем спутников. Этот отсек отстреливается при отделении разгонника от верхней ступени ракеты. Сейчас наноспутники размещают на специальной раме, которая крепится к разгонному блоку и основному космическому аппарату. Российский рекорд по количеству доставленных одной ракетой на орбиту спутников установили 14 июля 2017 года, когда «Союз-2.1А» с разгонным блоком «Фрегат» вывел на три различные орбиты 73 спутника. На трассе по Цызранью сбывают фальшивые деньги. В ходу купюра номиналом 2000 рублей. Силовики отмечают, что качество исполнения подделок значительно уступает оригиналу и имеет ярко выраженные признаки подделки. Местами сбыта фальшивок остаются рынки и коммерческие киоски, расположенные вблизи дорог федерального значения. Среди отличий оригинала номиналом 2000 рублей от фальшивок «Золотое кольцо» на фоне моста, скрытые цифры 2000 под острым углом с разным цветом, голографическая нить, а также многотоновый водяной знак. Полицейские предупреждают, что ни в коем случае нельзя сбывать поддельную купюру. В этом случае грозит срок до 15 лет. В Самаре два новых детских сада построят к середине 2019 года. Департамент градостроительства ищет компанию, которая выполнит эти работы. Заявку опубликовали на сайте госзакупок. Новые учреждения будут располагаться в 15 микрорайоне. Один из садиков построят возле ТЦ «Колизей» на Ташкентской. Второй недалеко от пересечения улиц Старозагора и Алма-Атинской. Деньги на оба учреждения поступят из трех источников. Городского, областного и федерального бюджетов. Всего в каждом садике будут заниматься 240 детей в возрасте от года до 7 лет. В Красноярском районе Самарской области пройдет этноисторический фестиваль «Русь. Эпоха объединения», посвященный легендарной битве Тимура и Тавтамыша. Красочный праздник состоится в том самом месте, где в июне 1391 года произошло сражение двух великих полководцев. Ключевым моментом станет реконструкция «Великой битвы», решившей судьбу Руси и освободившей ее от трехсотлетнего иго-золотой орды. Она будет организована силами профессиональных реконструкторов. Кроме того, гостей фестиваля ждут захватывающие военно-исторические игры, джигитовка, лучники и кулачный бой. Для любителей истории будет работать музейный городок и ярмарка ремесленников. Неудавшийся суицид или недоразумение? Водители, проезжавшие по Ракитовскому мосту на пересечении Ракитовского шоссе и магистральной в Самаре, сообщили в полицию о ЧП. Мужчина залез на перила моста на путепроводе. Полицейские отправились к мосту и сняли человека, удерживая его за одежду. Для выяснения причин этого поступка 35-летнего жителя Самары отвезли в ближайший отдел полиции, сообщают в региональном полицейском главке. Байкеры в полицейской форме на улицах Самары. Первые патрульные мотоциклы ДПС приступили к дежурству. Современные двухколесные машины – это далеко не те Уралы с коляской, на которых ездили советские милиционеры. Нынешние дорожные условия требуют скорости, маневренности и мастерства в управлении. А главная задача мотовзвода – остановить лихачей на байках. С мотоциклистами в форме познакомился Олег Зверев. Погоня. Какой детективный сюжет обходится без нее? Мотоцикл легко подрезает Волгу. В 1966 году зрители советского бестселлера отнеслись к этому с юмором, понимая, что погоня – всего лишь художественный прием. В наше время все по-настоящему. Патрульный мотоцикл может легко набрать скорость до 200 км в час. Но это в экстренных случаях. А так, мотовзвод, который приступил к дежурству на улицах Самары, ведет себя исключительно деликатно. Двухколесные машины управляют опытные инспектора, которые не просто прошли тщательный отбор, они занимались в спортивных клубах и постоянно совершенствуют мастерство вождения. Мотоциклом я вообще, можно сказать, с пеленок очень. Очень мне это нравится. Я участвовал в гонках у меня каждые выходные. Каждый уикенд я выезжал на гонку со своей командой. И занимались кто-то в своем классе, кто-то в профессиональном, кто-то в полупрофессиональном. Первые пять мотоциклистов в форме выехали на улицы Самары. И главная задача – профилактика нарушений, прежде всего, со стороны байкеров, чтобы те не путали городскую дорогу со взлетно-посадочной полосой. Служебный мотоцикл призван остановить лихачей. Зачастую водители именно двухколесного транспорта это самые недисциплинированные участники движения. В итоге печальная статистика. За первое полугодие 2018 года произошло 22 ДТП по вине мотоциклистов. Чаще всего происшествия устраивают водители переделанных мотоциклов без госномеров. Наряд из двух сотрудников, они будут работать, как правило, в паре. Он будет целенаправленно объезжать конкретные места, где у нас собираются мотоциклисты. Он также будет патрулировать конкретные участки, на котором, по нашей информации, допускается нарушение со стороны вот этой категории водителей транспортных средств. И таким образом мы будем, соответственно, и предупреждать вот эти правонарушения, и, соответственно, их пресекать. Инспектор на мотоцикле – сложившийся образ советского милиционера. Раньше автомобилей просто на всех не хватало. Сегодня, когда машин стало в сотни раз больше, полицейские снова пересаживаются на мотоцикл. Теперь уже, чтобы обеспечивать безопасность движения в современных условиях. Олег Зверев, Василий Колдашов. События. Диалог на равных. Жителям Самары продолжают рассказывать про особенности модельного договора. Это новая форма отношений между жильцами домов и управляющей компанией. Эксперты утверждают – договор прозрачный, подробный и понятный всем, даже не сведущим в вопросах ЖКХ. Чем еще отличается модельный договор от обычного, разбирался Артем Устинов. У большинства жителей Куйбышевского района одна управляющая компания. Менять ее не хотят, но думают. Не заключить ли новый договор – модельный? У людей много вопросов, но одно уже понятно – модельный договор – отношения на равных. Сейчас управляющая компания часто работает в своих интересах, ставит размытые условия и трактует их, как хочет. Модельный договор лишает ее этой возможности. В нем детально прописаны обязанности каждой стороны. Многие даже не знают о том, что какие-то работы должна выполнять управляющая организация. Например, мытье лестничных клеток. Многие собственники думают, что управляющая организация не обязана это делать, и, как правило, в договорах данный пункт работ вообще отсутствует. В модельном договоре перечислит все, что должна делать управляющая компания. И уклониться от выполнения этой работы не получится. Это будет нарушением условий договора. Еще одно достоинство таких отношений – внятность. Договор рассчитан на обычных людей, без специального юридического образования. Не каждый у нас юрист, экономист, бухгалтер, технический сотрудник. Соответственно, в модельном договоре как раз прописана форма отчетности, где четко прописано, какой вид работы, стоимость его. Соответственно, и нам удобно отчитывается, и жители видят вот эту прозрачность. Модельный не значит шаблонный. Договор будут заключать индивидуально, учитывая специфику конкретного дома, района и, в конце концов, каждого человека. От любой услуги можно отказаться или заменить на реально необходимую. Утверждают модельный договор на общем собрании собственников. Заключать его или нет, жители Куйбышевского района решат сами. Артем Устинов, Василий Кулдашов. События. Парус. Порвали парус. Самарские яхтсмены вышли в акваторию Волги напротив ладьи, чтобы разыграть традиционные призы в фестивале регаты памяти Владимира Высоцкого. Гонка проходила уже 18-й раз в день смерти артиста и поэта 25 июля. Паруса поднял и Сергей Кизоркин. Владимир Максимов впервые на регате памяти Владимира Высоцкого. Гоняется на пятиметровом швертботе Маруси класса микро. Уникальность этой крейсерской яхты в том, что при необходимости можно убрать кель. Этот прием помогает обогнать соперников. На попутном ветре можно кель чуть-чуть приподнять, уменьшить сопротивление и добавить, соответственно, скорости. Соответственно, если ты идешь в лавировку, то есть против ветра, то этого делать ни в коем случае нельзя, потому что пропадет отклинивающая сила и яхта просто ляжет наоборот. 30 крейсерских яхт вышли на старт парусной регаты памяти Владимира Высоцкого. Победители определялись в семи классах, в зависимости от размера судна. Гонка получилась интересной. Участники отмечают сложность прохождения трассы. На результат влияли течение реки, свежий ветер и просто удача. Как раз для яхтсменов, яхтсменов получили удовольствие, как и гости, которые оказались на яхтах. Вот у нас на яхте был тоже представитель администрации города Самары. Получил истинное удовольствие от участия в этой регате. Не ожидал, что так все живо, так все интересно. Люди занимаются интересным делом. Ему это очень понравилось. Регата памяти Высоцкого проходит 18 раз, 25 июля, в день смерти поэта. Поклонники его творчества проводят именно парусную гонку, потому что Высоцкий любил парусный спорт. И когда приезжал с концертами в Куйбышев, всегда ходил по Волге на яхте. Это большое значение для Самары, для культурной жизни, для спортивной жизни города. Победители и участники регаты Высоцкого получили кубки и памятные призы. В каждом из семи классов яхт. Уже какую гонку подряд первым пересекает финишные буи экипаж келевой яхты «Сани». Он-то и получил переходящий кубок. Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События. Это далеко не вся картина дня. И вот о таких событиях наши журналисты готовят материалы в следующие выпуски. Преступление, потрясшее Самару. Суд избирает меру пресечения для предполагаемого убийцы семилетней девочки. Уйти, чтобы вернуться. На Челюскинцев вновь сносят незаконные киоски, а жители делают ставки. Как скоро они вновь здесь появятся? От Хлебной площади до Бульвара на Революционный. Глава Самары проверяет, насколько качественно в городе ремонтируют скверы и парки. А наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас более 18 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин